Недавно ученые обнаружили, что чувство одиночества опасно так же, как примерно полпачки сигарет, потому что оно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 30%. Но это, конечно, не единственная причина. Наш образ жизни напрямую влияет на здоровье сердца, вот о полезных и вредных привычках. Поговорим в ближайшие 30 минут. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Мы в студии программы «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Евгения Баландова, врач-кардиолог с Новокуйбышевской центральной городской больницы. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Сразу напоминаю вам номер телефона, если у вас появятся вопросы. Ну а про сердце традиционно вопросов у нас бывает много, потому что орган важный, любимый наш, самый такой трепетный. По последним данным, работоспособность здорового сердца может сохраняться до 150 лет. Но почему тогда наши сердца изнашиваются так быстро? Да, к сожалению, потому что, наверное, мы идем очень быстро в ногу со временем. Очень много гаджетов, очень много доступных нам вещей, которые раньше были недоступны. Алкоголь, сигареты, которые не приводят к улучшению. Все моложе и молодше тот же возраст, когда пациенты становятся зависимы от этих пагубных привычек. Плюс мы стали меньше двигаться. Эти гаджеты, да, заменяет нам все. Даже поход уже в магазин элементарный. Мы сидим дома, спокойно заказываем, нам все приносит. Это тоже. Машины стали доступны в каждой семье сейчас есть, да. Опять же таки, мало кто пользуется пешими прогулками. Плюс питание, избыточное питание. Сейчас все в доступе, какое хочешь питание, пожалуйста. Естественно, пациент, попробовав более вкусную какую-то пищу, уже ему трудно перейти на овощи. С усилителями вкуса особенно. Да, с усилителями, да, вкуса. Плюс привычка, наверное, ну, среднего, назовем поколение, да, которое там в 90-е нехватки какой-то пришло к тому, что уже все есть. Вот, может быть, пытаются чем-то докормить себя какой-то. Ну, такие, может быть, нюансы. В общем, все взаимосвязано, да. Мы меньше двигаемся, больше едим, приводит к определенным последствиям. Больше доступность всего этого, естественно, исход того, что не выдерживает наши внутренние органы, в том числе и наше сердце, которое помогает остальным также органам трудиться. Вот удивительно, благо увеличиваются, растут, а здоровье как раз в обратном пропорциональной пропорции. А вот существует такое выражение в литературе «разбитое сердце». Это просто так или оно все-таки имеет какое-то прикладное значение? Да, до определенного момента это имело просто действительно своеобразный речевой оборот. Но один японский ученый, Токацуба его зовут, нашел таки причину разбитого сердца. То есть когда на фоне сильных психоэмоциональных перегрузов, то есть стресса, очень много выделяется адреналина, который нарушает работу. Транзиторно, временно, но нарушает. Это может привести даже к таким печальным последствиям, как инфаркт, аритмия и сердечная недостаточность. То есть сердце резко перестает работать так, как оно работало. Через какой-то момент времени оно восстановится, когда пройдет действие, да? Но, к сожалению, последствия уже будут не те, что нам хотелось бы. А у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это с вами в студии разговаривает житель города Новокуйбышка. Очень приятно. У меня есть заболевание, аритмия. И мне приписан бесплатно препарат, разжижающий кровь и ликвид. Вот с начала года я в бесплатной аптеке получил лишь только два раза. Почему такое плохое снабжение в городе Новокуйбышке? Именно бесплатными препаратами. Вас все. Спасибо. Вас как зовут? Сергей. Сергей, ну я не знаю, попробуем, конечно, попросить Евгению ответить на этот вопрос. Ну, спасибо вам, да, за него. Спасибо за вопрос. Да, пациенты этой группы получают по государственной квоте препараты. Я по поводу оснащения больницы, к сожалению, не могу нести ответ на здание моей компетенции, к сожалению. А куда вы порекомендуете обратиться тогда Сергею с этим вопросом? Ну, я думаю, что всегда нужно подойти или к своим лечащему врачу, или к заведующим отделением. Есть начмед, есть заведующие, конкретно в поликлинике, которые всегда решают вопросы данного возникающего. Я знаю, что пациенты как бы всегда приходят к чему-то. Ну да, и препарат, насколько я понимаю, не очень уж такой редкий, и вроде бы... Препарат не редкий, но он дорогостоящий, да, и государство пошло навстречу пациентам, что он будет снабжать его. Вот, ну, честно сказать, не могу, как это все выполняется. Ну, Сергей, мы надеемся, что вы решите этот вопрос, а мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в студии Евгения Баландова, врач-кардиолог Новокуйбышевской центральной городской больницы. Мы говорим, ну, с кардиологом, естественно, про здоровье сердца, и мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Приятно, что вот нас и в Новокуйбышевске смотрят тоже, так что звоните, пожалуйста. Ну, так все-таки какие вот диагнозы сердечно-сосудистых заболеваний на сегодняшний день среди ваших пациентов самые частые и ставятся чаще всего? Ну, самые частые, это, конечно, гипертоническая болезнь сердца, это высокое давление, да, которое пациенты, как правило, замечают дома, или случайной находкой при медосмотрах. Это ишемическая болезнь сердца, то есть когда поражаются сосуды сердца атеросклерозом, бляшки, когда растут по-другому, да, или уже, может быть, даже последствия, инфаркты какие-то или инсульты те же выявляются. Дальше мы часто очень стали сталкиваться с сердечной недостаточностью, то есть когда произошло какое-то уже событие у пациента сосудистые, и мы имеем уже последствия этого, то есть сердце плохо работает, сердце увеличено в размерах. Немножко вернемся к второму вопросу по поводу разбитого сердца. Есть еще выражение «большое сердце у человека», да, когда мы хотим сказать, что какой он замечательный. Да, да. Но, к сожалению, для кардиологов это тоже плохое. А что, то есть это тоже в прямом смысле слова? Что имеется в виду? Это говорит о том, что у человека вышли за нормы границы сердца, то есть оно увеличено в размерах. Это патология? Это патология, да. Оно не работает так, как нужно, оно не перекачивает кровь в том объеме, в котором нам нужно. Естественно, оно может еще поблизи с собой потянуть какие-то заболевания, в том числе, например, мерцательную аритмию или фибрилляцию предсердия. Вот. Сейчас очень омолодились кардиомиопатии, да, это когда сердце изменено структурно, но, например, какие-то не нашли причины. Или же нашли, но они еще пока не привели к каким-то сердечно-сосудистым катастрофам, там, тем же инфарктом, например. Еще ответим на один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из Самары. Хорошо. Вот меня волнует, я всю жизнь гипертоник. Сижу на таблетках от давления. Покупаю дорогие таблетки. Ну, утром выпила, у меня вечером опять давление. Думаю, вроде дорогие. Нет, не помогай. Стал теперь покупать подешевле. Ну, вот, например, Ренеприл. Вы знаете, что это такое. Подешевле, но ведь даже, вы знаете, ей лучше, чем дорогое. Как вот это объяснить? Но вы же наблюдаетесь у доктора, правильно? Ну, конечно, конечно. Да. Спасибо вам за вопрос. Интересный вопрос, правда. Чем дороже лекарство, не значит, что эффективнее. В общем, об этом речь-то шла. Да, ну, тут, знаете, как на самом деле, это индивидуальная непереносимость называется. То есть, не обязательно действительно супердорогое лекарство будет подходить пациенту. Плюс тут еще надо иметь режим дозирования. Плюс тут надо смотреть, как, жизненный, как сказать, уклад пациента. Понимаете, кто-то встает в 5 утра. И если он в 5 утра примет таблетки, естественно, что до вечера ему может не хватить. Он там будет засыпать там в 6-7 вечера. Или, например, он встает к обеду только, да, и он будет в обед принимать. То есть, вот такие моменты, нюансы, когда нужно пациенту подсказать немножко по времени сдвинуть прием препарата. Может быть, дозу увеличить препарата. Может быть, действительно, что конкретно вот эти препараты не воспринимаются пациентом. И это не зависит от того, что он дорогой или он дешевый. Это именно действующее вещество, которое содержится конкретно в этом препарате. Может быть, расспросить конкретно пациента, что не так. Может быть, прием с пищей какой-то. Может быть, он запивает не водой, например, а соком, лимонадом или чаем. Что снижает биодоступность наших препаратов. То есть, как бы нюансов, таких тонкостей, когда надо просто немножко задержаться на приеме с пациентом. И вот обговорить, в чем соль. Вот я на этом хотела бы еще раз акцентировать внимание. Очень часто пациенты говорят, мне доктор прописал лекарства от гипертонии. Не помогают. Но суть-то не в том, что доктор ошибся. А в том, что, видимо, препараты эти требуют какого-то подбора, требуют определенного времени. Да, однозначно. Вообще, нам дается на подбор терапии от двух до четырех недель. Ну, это в среднем так. То есть, у кого-то с одной таблетки, да, все хорошо, и все, пациент идет на терапию. У кого-то две недели, вот оно туда-сюда, туда-сюда. То есть, препарат накапливается в организме человека. И пока вот он все свои, так вот, скажем так, пробелы заполнит в организме, да, своим веществом, только тогда он начнет работать. Возможно, какая-то тяжелая сопутствующая патология у пациента. Там тот же сахарный диабет, он может там выводиться быстрее, там, почками, наоборот, замедленно выводиться. То есть, вот я говорю, опять же, это все вот именно к нюансам, когда чуть-чуть стоит подзадержаться с пациентом на приеме и решить этот вопрос, вот, объяснить. Иногда пациенты еще есть такая тонкость, они совсем понимают, что препарат принимают каждый день и практически, ну... Независимо от того, какое у тебя давление. Да, то есть нам нужно замкнуть человека, что от таблетки до таблетки он должен быть с нормальным давлением. Да, иногда действительно нам не хватает одной дозы, даже максимальной, и мы просто добавляем пациенту и говорим, в какой-то период времени сделать. Хорошо, что нам задала телезрительница такой вопрос, потому что, на самом деле, гипертония – это же очень распространенное заболевание, и очень многие вот с ним сталкиваются. Это же очень распространенное заболевание, оно очень омолодилось, это заболевание. Очень много... Я детей, конечно, не лечу, но слышу коллег, которые говорят, что очень много детской гипертонии. То есть, да, понимаете, они перейдут к нам во взрослую. Вот. Опять же, с чем это связано? Возвращаясь к нашему первому вопросу. Жизнь стала другой. Дети не гуляют на улицах, да, как бы меньше ходят пешком, везде мы доезжаем, везде мы домой едят вредную пищу. Да, едят вредную пищу. Вот. Поэтому... То есть, такой момент, что надо, ну, как бы, много разумности, что-то, да, в этом дело. Мы не откажемся от гаджетов совсем. Это наша неотъемлемая часть жизни. Мы не откажемся от этой пищи. Она есть, будет. Есть такой принцип 85 на 15. Когда 85% мы соблюдаем адекватный образ жизни, да, там, минимальные физические нагрузки, адекватное питание, гигиены сна, труда и отдыха. В субботу и в воскресенье позволяем себе. Ну, не то, что в субботу, но... Ну, условно. Да, условно, да. То есть, вы пришли куда-то там в то же кино. Понятное дело, где вы там будете искать кабачки, да, на пару. Ну, позвольте эти 15%. По крайней мере, у вас будет меньше срывов от этого. Да, у меня есть один знакомый, который очень трепетно соблюдает режим питания. Но суббота у него, как он говорит, чит-дей. А, во все тяжкие. Если вы опоздали к началу программы, сегодня у нас в студии врач-кардиолог Евгения Баландова. Мы говорим о здоровье сердца. И мы говорим об этом в прямом эфире. Телефон студии работает. Если есть вопросы, звоните, пожалуйста, 202-11-22. Мы уже говорили с вами, фактически, ту часть программы, которая прошла, несколько раз говорили о причинах, которые приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но мы говорили в основном о причинах, на которые мы можем повлиять. Очевидно, есть еще те, которые уже от нас не зависят. Наверное, тоже об этом стоит. Да, конечно, есть. Они называются немодифицируемые факторы риска. Их всего три. Это наследственность. То есть, когда предшественники ваших поколений, папы, мамы, бабушки, прабабушки этим болели, то в доле вероятности у вас это возникло. Но не обязательно. Но не обязательно, да. И пол чаще страдают мужчины. Это доказано, что по мужскому фактору это. И, естественно, возраст. Чем мы старше, тем как бы вероятнее, что мы тоже заболеем. Какой-то заболезнью тоже большая. Почему? Сейчас есть такая вероятность, пока ее просто обсуждают, что все-таки атеросклероз – это такой возрастной, да, это все-таки причина физиологического старения организма. Мы же, да, рождаемся молодые, там, средний возраст, пожилой и старческий. Не зря мы это выделяем в группы. И все-таки есть такая гипотеза, что все-таки какие-то процессы к старости должны быть у нас. Вот. Но так как это все омоложается, мы вынуждены как бы подстраиваться под молодых. То есть, да, смотреть, искать, где они, на каком этапе у них что-то сломалось, чтобы им помочь вовремя, да, чтобы они дожили все-таки до глубокой старости, даже с этим багажом, к сожалению, таких неприятных болезней. Вот. Поэтому вот эти три фактора, которые надо обязательно. Почему наследственный фактор такой необязательный? Это, опять же-таки, все зависит от первого вопроса, от модифицированных факторов. Чем мы будем лучше себя оберегать от всего, тем дольше мы отложим этюд данного заболевания. А к нам пришли еще телезрители. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да я бы хотела спросить. Вот. У меня ставление утром. То бывает совсем низкое. Вот. То стоит 160, а пункт 42. Так. Я не знаю, что пить. Глаза мне не помогает. Медзин, может, и медзин выпью. Чем-то какое-то время, а пункт поднимается. Я ничего не пойму. Да, мы поняли вопрос. Спасибо вам большое. Вот мы любим, чтобы нам вот так назначили таблетку. Вот скажите, что делает доктор. Да, тут, конечно, интересный факт в случае, но, честно скажу, достаточно распространенный. Некоторые препараты, они имеют короткий продолжительность действия. Мы ими пользуемся, но не на постоянной основе. Мы их не назначаем, как именно лечебную таблетку. Есть препараты, которые, вот мы опять же-таки возвращаемся, которые помогают, а которые не помогают. То есть индивидуальная непереносимость организма. Почему-то лоза под ним помогает, да, а второму не помогает. Плюс у данной пациентки есть какая-то зависимость с пульсом, да, пульс-то падает. Тут надо уже решать вопрос, действительно ли пульс падает, что он такой редкий, или может быть в этот момент какая-то аритмия приходит, что электронный тонометр не может ее считать. И условно все, что он посчитал, вот, насчитал редким пульсом, например. Да, плюс электронный тонометр, давление он меряет от уровня именно пульса, то есть сколько раз кровь ударится об сосуд нашего, наш сосуд. Вот. И, естественно, когда, например, есть аритмия, может иногда заведомо ложные показания быть низкими у давления. И пациент пропускает прием таблетки, естественно, через какой-то момент мы получаем кризовое состояние у пациента. Поэтому тут тоже надо все-таки именно конкретно следующим врачом обговаривать. Может быть, иметь записать какой-то диагностический момент с мат, да, когда мы сутки смотрим давление у пациента, действительно это связано. Или какой-то комбинированный момент, что мы будем с холтером, да, когда мы еще и КГ в этот момент будем записывать. И смотреть, есть ли реальное снижение пульса и реальное снижение давления, там, без препарата или на фоне препарата. Там, может быть, нам не нужны такие, там, дозы. То есть тут такой вопрос, надо бы говорить с врачом, в как ситуации в это поступить. Я думаю, что тут все поправимо у пациентки. Вот всем нам, наверное, очень бы хотелось, чтобы у врачей еще было побольше времени на пациентов, поменьше на бумажную всякую работу. И чтобы особенно время хватало на пожилых пациентов, чего уж греха таить, всяко бывает. Сейчас мы на минутку покинем студию, узнаем, что произошло в здравоохранении региона, а затем продолжим разговор о здоровье сердца. В Самарской области выросло число заболевших коронавирусом. С прошлой недели количество выявленных случаев увеличилось на 58,8%. Самарские кардиохирурги спасли жизнь 53-летнего пациента. У мужчины возник разрыв межжелудочковой перегородки. Это одно из редких и грозных осложнений инфаркта миокарда. После сложнейшей операции больной выписан домой в удовлетворительном состоянии. В регионе зарегистрировали случай инфекционного клещевого бриллиоза. Всего в области зафиксировано более 2000 пострадавших от укусов клещей. С начала эпидемического сезона прививку сделали 13 711 человек. В Самарскую область завезли почти 500 тысяч доз вакцины от гриппа. Они рассчитаны для профилактики заболевания у взрослых людей. Для детей вакцину доставят позже. В этом году планируют привить более 1,8 млн жителей области от гриппа и 50 тысяч от коронавируса. Идет капитальный ремонт стационара городской больницы номер 8. В здании располагаются 2 терапевтических отделения, отделение неврологии и реанимация на 6 коек. Это позволит улучшить условия для пациентов и медработников. В обновленном учреждении ежегодно будут получать помощь около 12 тысяч пациентов. Итак, мы возвращаемся в студию, чтобы обсудить очень важные вопросы, вопросы здоровья сердца. 202-11-22, телефон прямого эфира. И вот я думаю, что, как я заранее планировала поговорить с вами про некоторые особо распространенные заболевания, наверное, мы не будем этого делать, поскольку время неумолимо бежит вперед. И нам же важно сегодня проговорить, как, собственно, не попасть вот в эту неприятную ситуацию, как дольше оставаться здоровыми, ну и что делать, если уже попали. Так вот, все-таки, да, еще один звонок у нас. Хорошо, давайте слушаем. Алло, здравствуйте. Вот это я опять вам звоню. Вот я говорю, у меня давление бывает утром. То низкое, хотя будет не таблетка, если оно низкое. Да, мы поняли, поняли. Спасибо большое за... Нет, нет, я не про это, я не про это. А дальше мне доктор назначил колтор. Так, представляете, мне назначили на мяге на ноябрь месяц, а эфограмму на октябрь тоже на мяге. Это когда 10 раз умрешь и проснешь. Что мне делать? Здесь, насколько я понимаю, вам назначили в коммерческий центр, да, но... Ну, по ОМС, они работают по ОМС. А, по ОМС, да, понятно, поэтому такая очередь по ОМС. Ну... Ну вот что мне делать? Это на ноябрь месяц, обалдеть можно. Вам только разговаривать с своим лечащим врачом этот вопрос решать. Мы, к сожалению, в этой студии очень бы хотели вам помочь, но вряд ли можем как-то продвинуть очередь. Но, может быть, вдруг нас смотрит сейчас ваш лечащий врач, и, возможно, он найдет возможность каким-то образом помочь. Единственное, я хотела уточнить, вот нашла новое для себя название во время подготовки к программе «Кардиология». Кардиология, вот раньше, когда его не слышала, что это такое, ну, это дословный перевод, как «боль в сердце». Это не основное какое-то заболевание, да, что это такое кардиология? Кардиология – это симптомы комплекса, это не заболевание. То есть это вот признано назначить то, что, например, пациент приходит к вам, жалуется на клини... Ну, не то, что классически, скажем так, на какие-то боли в сердце. У меня колет сердце. Да, он колет, жмет, печет, да, вроде бы похоже, но что-то вот не укладывается именно вот в картину заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ему проводят определенные обследования, выявляют, что сердце здорово, и ему говорят, что это кардиология. Чаще она, естественно, бывает на фоне психоэмоциональных перегрузок, когда мы нервничаем, когда мы физически много работаем, то есть в грудной клетке что-то болит, что болит, вроде, невролог сказал, тоже ничего страшного, да, опять же-таки по сердцу проверили, нагрузочную тестирование сделали, проблем не находят. То есть это такое общее принятое понятие для боли из-за грудины, но оно за собой не несет каких-то отдаленных последствий. То есть этого пациента мы ничем лечить особенным не будем. Как правило, это больше пациенты-психотерапевты и психиатры, возможно, иногда. Хотела спросить о лечении. Ну, вот, собственно, еще лет, там, не знаю сколько назад, в большинстве случаев, вот, человек, перенесший инфаркт, это уже, ну, почти стопроцентная инвалидность, и качество жизни никакое. И, там, несколько лет назад еще установка кардиостимуляторов, это была какая-то фантастика, а сейчас их, там, почти, ну, если не конвейер, то примерно так, да. Вот все-таки прогресс в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, он идет или он такой притормаживает? Вы знаете, он идет очень колоссальными шагами, очень колоссальными. И он развивается и в терапии, в таблетированной форме, и в операционной системе. Наши пациенты с инфарктами, инсультами, с ритмией получают очень качественные таблетки. Вот, мужчина нам звонил, спрашивал про препараты, разжижающие кровь, да. Еще 10 лет назад мы о них только слышали. Сейчас они доступны, пожалуйста, в каждой аптеке, может, каждый себе купить, если им назначать. Вот, то есть, если раньше мы должны были контролировать чуть ли не раз в неделю пациента кровь, которую разжижают себе, сейчас этот пациент спокойно может не обращаться в поликлинику до определенного назначения именно врачом, да, ему визита. Плюс лечение атеросклероза шагнуло. У нас есть инъекции от атеросклероза, да. То есть, если раньше мы пациента нагружали двумя, там, таблетками из разных групп, то теперь мы можем, в принципе, на низких дозах статинов идти. И плюс им будут делать инъекцию, которая делается не так часто, как пьется таблетка. Оперативные методы, вот, обследование коронарографии, много тоже о ней люди слышали, да, позволяет нам исключить очень колоссальные возможности у этого, исключить достаточно большие проценты поражений сосудов. Не вот мы там что-то пощупали на ощупь, там, глаза, а не рентген, да, а именно вот воочию увидеть действительно, что же там в сосудах сердца. Есть малоинвазивные. Раньше мы для того, чтобы пришить новый сосуд к сердцу, разрезали грудь, теперь есть методика через маленькие разрезы. Причем наш кардиоцентр это уже осваивает. Вот, то есть возрастным пациентам 80 плюс могут поменять клапан без разреза грудной клетки. Мне кажется, это очень здорово. То есть мы тем самым продлеваем пациентам жизнь и качество жизни. Ну и самая хорошая новость еще и в том, что если уж уже там, ну, говоря таким примитивным языком, накосячили со своим здоровьем, то все-таки организм еще имеет возможность восстановиться, да, вот теория маленьких шажков. Что вы посоветовали бы, уже программа заканчивается, все-таки делать всем и обязательно, для того, чтобы не забывать о том, что наше сердце не вечно. Я все-таки советую вот ходить на диспансеризацию. Вот государство придумало бесплатный, так сказать, чек-ап, называют, как его, да, сейчас вот многие любители этого слова. Потому что когда ты бесплатно проходишь тот минимум, когда мы можем человека или заподозрить уже в случившейся ситуации, или, например, выявить его фактор риска. То есть есть пациент низкого риска, есть среднего, есть высокого и крайне высокого. И от этого будет зависеть наша дальше тактика. Будет она более агрессивная, мы тут же его, да, схватим, положим в стационар, например, или что-то с ним сделать. Или мы ему скажем, нет, ты еще вот столько времени можешь погулять со своим здоровым сердечком и назначить ему следующий визит. То есть то, что в ходе диспансеризации, это ЭКГ, это сдача крови. Иногда после каких-то жалоб мы пациентов на дообследование по диспансеризации отправляем. И мы можем уже отследить хоть какую-то динамику от этого. Если вы проходите регулярно, это еще проще врачу-пациенту посмотреть, действительно хуже стало, лучше стало. Сейчас очень много бессимптомных пациентов, потому что есть сопутствующие заболевания. Сахарный диабет, который скрывает наши заболевания, да, и пациентам годами ходят с каким-то заболеванием и не ощущают, к сожалению. Вот диспансеризация – это тот момент, когда мы все-таки можем хоть что-то, хоть как-то потянуть за свои ниточки, которые нам хочется. Хотя многим кажется, ну что там, какие там анализы и что там можно увидеть во время диспансеризации. Ну, считаю, что это достаточно примитивно, но нет, на самом деле это большой шаг для великого будущего. И буквально в последние 30 секунд не могу не задать вам такой вопрос. Можно ли самим купить лекарства в аптеке и принимать, но вот соседка принимает ей лучше? Ну, к сожалению, наши фармкомпании этим грешат, да, эти фармкомпании, аптеки грешат, но вообще эти все наши препараты, они рецептурные. Рецептурные препараты, естественно, без рецепта купить и без назначения врача нельзя, так как есть момент индивидуальной непереносимости, аллергической реакции. Мы не знаем, что вы купили, что, как на вас подействуют. Все-таки врач немного расспрашивает, да, успевает выяснить тонкости. Хорошо, если просто не поможет, а хуже, если и будет вред. Евгения, благодарю вас за эту беседу, наших зрителей за то, что были с нами в эти 30 минут. И мы увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова